Пашня Всем привет! Вы смотрите Фэшн Бэмбэшн. Меня зовут Евгений Байро. И сегодня в гостях у программы Максим Никиточкин. Стилист, владелец салона красоты, арт-директор, педагог. Максим, скажи, как ты умещаешь в себе столько ролей? Ведь Никиточкин сегодня и Никиточкин 5 лет назад, скорее всего, это разные личности и разные должности. Трудолюбие. И я кайфую сейчас от того, что мне нравится не просто стричь, не просто снимать видео, а создавать конечный продукт. Как ты относишься к времени? Как ты расставляешь приоритеты? Когда? Во сколько? Легко ли ты просыпаешься? Я знаю, что ты по ночам монтируешь. Сегодня ночью был монтаж? Был. Все абсолютно по-разному. До 2 ночи сегодня монтировал, потом с 2 до 4 не мог уснуть. А потом не мог проснуться, понятно. Но все же у тебя есть график, да? Все парикмахеры, я знаю абсолютно точно, дружат со временем, потому что ты ответственный, тебе необходимо прийти раньше. Есть 2 типа людей, которые опаздывают всегда. Есть люди, которые не опаздывают никогда. Я никогда не опаздывал никуда. И я отношусь до сих пор к этому видео. А можешь себе дать какую-то вот фору или уйти с работы раньше, не отпрашиваясь у самого себя сейчас? Сейчас? Нет, но я сейчас понимаю, почему я ухожу с работы раньше, чтобы сделать какие-то другие дела и вещи. Какими делами, Макс? Монтаж, свое планирование своих поездок, выступления, обучение парикмахеров, потому что кроме меня это спланировать, к сожалению, никто не может другой. Раздумя над тем, как снять новое видео и каким оно должно быть. Обучение, потому что все равно им надо заниматься и учиться самому, чем-то вдохновляться, потому что по кругу идти не может. В этом году ты уже поехала в свое сольное турне с обучающими мастер-классами не только по городам, но уже и странам. Как тебя принимают в той же России и в других странах? Хорошо. Ну, принимают везде открыто, потому что у меня сразу была стратегия. Я не разговариваю на канале. Никто не слышит, как я говорю, о чем я говорю и почему. Потому что когда человек воспринимает меня только с уха, под музыку и видит только то, как я делаю, это одно. Когда я говорю вдохновляю, это абсолютно другое. Все довольны, всем все нравится. Ну, вот общение с коллегами в России и уровень парикмахерского искусства здесь и там. Все зависит от города и где, и как, но я вообще не вижу разницу, честно. Ну, то есть все туда прилетают, для меня это... Люди как люди, коллеги как коллеги. Люди как люди, они абсолютно такие же, они так же мыслят, так же общаются, там где-то чуть-чуть меньше. Ну, у нас же тоже, грубо говоря, если там поехать куда-то в деревню и общаться с парикмахерами, по-другому. В общем, там все зависит от города, куда ты прилетаешь, как ты. Это одна ментальность все равно. Ну, вот как по твоему мнению, там интернет-образование в последнее время стало нормой, это некий тренд, это тенденция. Вот скажи мне, возможно ли научиться с нуля парикмахерскому искусству по интернету? С нуля я всегда говорил, что это невозможно априори. Нет, возможно научиться, но ты научишься неправильно, потому что тебя никто не поправит. Но когда ты мастер уже с руками и ты знаешь, то это очень сильно помогает. А как ты общаешься со своими поклонниками, фолловерами, зрителями, кто тебя смотрит? Вижу, что комментариев достаточно много. Я уверен, что и личных комментариев много, и личных сообщений много. И мне интересно, там и личные, и личные сообщения, они же поступают? Конечно, да. Постоянно кто-то пишет, пишут какие-то гадости, пишут какие-то, этот, я на гадости отвечаю, там, если они совсем глупые, этот, я обшучиваюсь точно так же. А что пишут, вот хейтеры, что пишут? Ну, абсолютно, абсолютно разные комментарии. Кто-то пишет абсолютно нормальные вопросы, это так, кто-то пишет, ой, а почему там, например, мой бывший сотрудник, который работал, буквально позавчера, комментарий, что это за странный мастер, почему он навешивал с себя кучу значков? И почему он так выглядит? Ну, спрашивают советом, скажи. Конечно, спрашивают. А ты отвечаешь? Да. На английском? На английском, ну, у меня есть человек, который занимается каналом, и он все спрашивает у меня, как и что, и отвечает за меня, конечно. Но у меня нет времени, это надо минимум час или полтора часа в день уделять, чтобы ответить только на один комментарий. Когда ты задумывал только проект в YouTube, что у тебя, какие мысли, какие цели ты преследовал? Где ты находишь модели, скажи? Я сейчас это намного проще делаю, просто Instagram, и люди пишут, и, ну, я использую просто ресурс этот намного больше, чем раньше. В принципе, как он и затеялся раньше, так он и затеивается сейчас, это популяризация самого себя, и я всегда говорил, и говорю, что благодаря YouTube я начал учить других парикмахеров и быть настолько восстепленным. Как сейчас. И вот тебе приходит посылка, это была, или заказное письмо с кнопкой? У них есть служба, которая отвечает за эти кнопки, списались, куда вам отправить, это дедчелем они ее послали, и все. Ну, что ты чувствовал? Это же приятно, Макс. Это же отметка твоей работы. Конечно, без вопросов это было приятно, это было интересно, но сейчас уже это не... Я понимаю, что следующая, там, золотая, придет уже через еще год, и она будет уже. На сегодняшний момент 264 тысячи. Ты ведешь статистику канала? Конечно. Ты понимаешь, какие страны тебя смотрят? Канал, он бы не достиг таких высот, каких он достиг, по одной простой причине, потому что стричь хорошо это одно, снимать хорошо это другое, монтировать хорошо это третье, но есть еще общая обложка, общение с людьми, как правильно преподнести. И за это огромное спасибо Ксюше Шохе, потому что она занимается сейчас полностью этим, и она полностью ведет. Ну вот, все-таки, Украина на первом месте тебя смотрит. Нет. Россия на втором? Нет. Украина в седьмой. Серьезно? Да-то. Ну, Украина маленькая, в общем. Первое место это Америка, и второе это Россия, они меняются между собой постоянно. Макс, у тебя стоит виза, едь в Америку. Я думаю, тебя там ждут. Единственное, что тебя там ждет, все-таки надо взять переводчика где-то. Ну, это нет. Я хорошо понимаю, я плохо говорю просто. Уже пять лет, Макс, ты являешься частью команды украинского режиссера Тани Муидио. Этот год особенно плодотворный. Я уже не участвовал в четырех-пяти съемках последних. В четырех-пяти съемках. Ну, а последняя съемка это Дорофеева и Монатик или после этого? Еще было много, уже много. Уже много. У меня не было полсу времени участвовать. Я расставляю приоритеты, потому что, ну, есть все-таки мое парикмахерство и обучение парикмахеров, то, что мне нравится. Давай тогда поговорим о тех проектах, в которых тебе удалось поучаствовать в этом году. Ты принимаешь участие в авторском разборе, да? То есть, когда принимаются решения, какие образы будут? Или все-таки там Таню она направляет, как стилист съемки, как художник съемки? Ну, если мы встречаемся, разговариваем об этом, у Тани есть какие-то идеи. Я слушаю ее, говорю, это классно, это сработает. Это не получится, потому что, например, там, Надя будет двигаться, и это будет плохо выглядеть в кадре при движении. Ну, сколько за этот год было съемок у тебя в музыкальных клипах? Я знаю вот парикмахеров, которые отказываются. И я вижу, что у тебя наступил тот момент, когда не хватает времени на это. Все-таки съемка – это трудоемкий, долгий процесс. Ты попадаешь на трое суток. Ты после этого должен восстановиться еще и как-то. И съемки же все-таки, они тоже бывают. Они вроде бы спланированы, но погода, например, подвела. Ты себе закрыл это время, и там, когда раньше, когда ты говоришь, там, 5 лет назад, как ты к этому относился, я мог там взять и перенести клиентам. А сейчас я не могу перенести клиентам, потому что потом... А настика Менских ты можешь перенести клиентам? Конечно, могу, но я же не могу семинар перенести после этого. То есть ты все-таки не настика Менских, а семинар выбираешь? Ну, например, у меня был семинар, который преподавал, вот, последний, коллекциям «Романсы». У меня был выбор либо полететь, причесать клип, либо полететь, провести семинар. Ты в последний день не приехал все-таки. Да, но я говорю, ну, я после этого мог... Я мог после этого полететь в Киев, причесать там клип, но... Или полететь на коллекцию, а прилетел на коллекцию. Ну, все-таки Настя Каменских 2018, это Максим Никитичкин? Последний клип, да, мы работали. А, привет, последний... Это ломало, да, клип? Ломало, да. Ломало. Ну, там очень красиво, конечно, все получилось и так ярко, и образно. Откуда столько вдохновения? Ну, вот, последний клип это было... Были Таня на идее. Угу, Таня, да. Они вдохновлялись, да. Таня и Марго, стилист, они вместе думали, как, что. Я подключался в самом конце уже. Ну, вот, на мой взгляд, очень яркий получился... Очень яркая работа получилась в дуэте с Дорофеевой, да, Монатика. Там много причесок, там много балетов. Это сложная была работа очень. Почему? Потому что обычно, когда, там, я работаю здесь, я беру кого-то из своих ребят в ассистенты, вот это так, мы снимали это во Франции, и было сложно везти много людей туда. Я работал там сам, и там много переделывали мы, и потому это было сложно. Ну, интересная работа была, одна из самых интересных. Ну, вот сколько там человек, ты их посчитал? Сколько мы сделали человек? Сколько, да. Ну, ты сделал, да, не мы уже, получается? Ну, и... Четыре девочки, четыре мальчика, и Надя, которую три раза мы переделывали. То есть, это один из образов. Ну, и Диме постоянно мы докрашивали чуть-чуть волосами. Ну, я знаю, что он хотел быть блондином на этом клипе, и что-то пошло не так. Ну, он... Открой немножко, приоткростили. Передумал им быть, потому что у него были потом дальше гастроли, и он не был уверен, что... Ну, мы сделали всего блондина на один день. Но все равно чудеса, да, возможны сегодня. А вот с кем тебе понравилось больше всего работать там из видео? Больше всего я кайфанул от клипа, это, с Димой, как же он назывался, где танцоры были все в плечатых пиджаках. Мы когда поехали со всей командой моего салона, всех перестригли, перекрасили. Это все... Фанатик. Да. Когда бегали по поезду, очень масштабный этот большой клип, да. И вот я кайфанул больше всего, потому что мы поехали за двое суток до этого в Киев. Всех перекрасили, перестригли абсолютно... Ты поехал со всей командой, со всеми ребятами? Человек от 4 или 5 я дал, да, с собой. Мы всех перестригли, всех перекрасили. Тоже там сутки мы не спали, потом двое суток мы еще снимали. И съемки там обычно это 4 утра начинаются, там 12 ночи заканчиваются, на следующий день точно так же. Ну, это классный такой экспириенс, да. Здесь не просто работа объединяет, здесь еще одно общее дело. И потом собрались возле экрана, смотрели результат с бокалом венаги? Это результат обычный. Я настолько уже всегда говорю, если раньше там первую работу, я как-то не заглядывал, катался в камеру, смотрел. Вот сейчас, когда я участвую в съемках, я даже, ну, не смотрю, мне, как сказать, я знаю, что у режиссера есть свое видение, и она понимает, как, что. Обычно же мы снимаем сначала конец, все же по таймингу расписано, и очень часто снимается конец. Я очень часто даже не знаю, кто, иногда снимается вообще без музыки, я даже музыки не слышал. Ну, ты можешь поправить Таню, скажи? Конечно, если, ну, мы это делаем в плане волос всегда делаем, это же, ну, волосы это моя работа. Почему? Я раньше много работал на съемках, но... Ну, в этом году была съемка и под брендом Мара Байникиточкин. Красивая цветная коллекция, мы ее обязательно сейчас вам покажем. Да, но я говорю, что раньше вообще на съемках много работал и клипов и всего, но я ушел от этого, потому что мне было неинтересно, потому что ты приходишь, тратишь кучу своего времени, и в итоге еще результат получается, мягко говоря, не очень. И еще тебе лезут в ту работу, ой, здесь надо делать то, здесь надо делать это, то с Таней мы настолько сошлись и настолько друг друга понимаем, что никто не понимает. Ну, она, Макс, назвала твое имя во время вручения ей приза «Лучший клипмейкер года» в эфире М1. Она перечислила всю команду, вы 5 лет работаете вместе, не меняясь. Ну, чего, иногда кто-то выпадает, кто-то, ну, но у нас, мы друг друга понимаем, у нас хорошие дружеские отношения. У меня вообще на работу в салоне уже абсолютно другой взгляд. Я всегда рассказываю, если раньше, там не 5 лет даже назад, а 8 лет назад, когда я шел в салон, у меня, я с утра думал, боже, кому же я сегодня обрежу волосы, и мне хотелось обрежать пол. Сейчас я иду на работу с тем, чтобы мой клиент стал счастливый и довольный, а счастливый и довольный клиент не может стать, вдохновляясь моими идеями. Я всегда привожу пример, вы приходите в ресторан, заказываете официанту борщ. Официант вам через 20 минут приносит окрошку и говорит, вы знаете, я чувствую, что вам сегодня подойдет лучше окрошку. Останетесь вы довольны? Нет, конечно. Так почему со стричкой должно быть или с окрашенной точно так же? Клиент к нам приходит, он знает, мы все разные, абсолютно все разные. Ну, мне кажется, Макс, ты немножко победил вот ту еще свою такую маленькую битву. Сегодня тебя называют в первую очередь, когда звучит имя Максима Никитовича, это мастер коротких женских стрижек. Ну, вообще стрижек, я просто люблю стрижек. Тебе идут клиентки за стрижкой, за переменой. Да, сейчас да уже. А почему вот эта любовь к стрижкам, скажи? Не надоело ли? И как часто у тебя меняются приоритеты, критерии в том, что тебе нравится? Ну, уже намного реже. Ну, слишком я как любил, так и люблю дальше. Но если раньше там у меня задача была обрезать волосы, потому что мне хотелось их обрезать, то сейчас я это делаю только тогда, когда будет человеком хорошо. У меня вчера пришла клиентка, я говорю, я хочу обрезать волосы так и посмотришь такую челку себе. Я говорю, мам, это не подойдет, он будет этого делать. Я сделал ей просто уфатку и она ушла. Класс. Ну, это очень здорово. Макс, сегодня очень много, да, проходит тренингов. И ты сам тренинги даешь, обучаешь и так далее. А ты учишься сам? Я имею в виду не профильно. Там тренинги личностного роста, к примеру. Как ты к этому относишься? Личностного роста нет. Не учусь, честно говорю, потому что, наверное, не хватает на это времени. А учусь в других сферах. Без этого невозможно. Учусь монтажу, учусь немножко разбираться в каких-то направлениях в плане того, как лучше, так как мне нравится больше создавать продукт, то есть не просто стрижку подстричь, а подстричь, снять стрижку, показать со всех ракурсов, то есть это еще и маркетолог. То есть раньше, когда я делал видео, я опирался только на свой вкус, на свою музыку, на то-то, то есть сейчас я пытаюсь больше сделать так, чтобы это нравилось и мне, но еще понравиться людям, чтобы люди тоже это съели. Прикольно, конечно, когда ты нравишься там десяти человек, но еще больше прикольно, если тебе нравится продукт, а он нравится тысячу человек, так же? Да. И особенно, когда двум миллионам человек нравится твой продукт. В этом году ты отдал свое законное место в поездке на ежегодный мировой форум парикмахеров LBF сотруднику из своего салона. Да. Почему ты так поступил? Потому что это место было законное твое, да, это законное место всех арт-директоров сети? Ну, потому что, мне кажется, это абсолютно нормально, когда людей надо вдохновлять, и они должны вдохновляться, и должны ездить. У меня, в принципе, было уже много этих поездок, и я знаю, чего от нее ожидать. То есть ты перенасытился поездками? Нет, я перенасытился, ну, я бы получил от нее эмоции. А вот куда ты хочешь поехать? Куда я хочу сейчас, именно в данный момент поехать? Ну, я не спрашиваю, тебя любишь ли ты путешествия, их любят все. Я тебя спрашиваю, вот есть место, куда бы ты еще поехал, о чем ты мечтаешь? Ну, я в Америку хочу поехать и сделаю, но не могу на это найти время в сих пор. У меня стоит виза уже, все-все стоит, а не могу на это найти, потому что туда надо лететь минимум на месяц, а на месяц улететь и так из-за семинаров, из-за всего остального. Макс, если ты отвлекаешься от профессии, то что еще в жизни позволяет тебе получать, ну, такие вот какие-то бурные, сумасшедшие эмоции? Да, разные вещи. Музыка. Я вот проводил семинар недавно, в Самаре, как две недели назад. Я общался с одной из девочек с приглашающей стороны. Она говорит, Макс, ты когда-нибудь плакал от стрижки? На семинаре вот так смотрел, я говорю, ты знаешь, ни разу не плакал от стрижки. На следующий день я ее стрих, и буквально перед этим я создал за день плейлист новую у себя. Нашел очень классную новую музыку. Я стрягу, играя трек, который я не слышал ни разу, но он настолько классный. У меня хорошее настроение, я стрягу классную стрижку, я говорю, поклоняюсь, я говорю, ты знаешь, я от стрижки ни разу не плакал, но сейчас готов расплакаться от того, какая атмосфера вокруг и как приходит. Ну, ты меломан, Макс, да, для тебя важно. И в салоне всегда звучит музыка, и ты говоришь о том, что и в наушниках у тебя музыка звучит. А где ты черпаешь эту музыку, если у тебя там плейлист любимых треков, слушаешь ли, как часто ты новую музыку, как часто тебе необходимо возвращаться к старой музыке? Ну, на новую музыку надо время, чтобы ее выбрать, это первое. Когда есть время, когда я куда-то лечу, я могу сохранять себе и отобрать на поездке. Например, ходя по улице, я не могу это сделать, потому что я иногда вставляю наушники в уши, выхожу с дома и забываю включить музыку и дохожу уже. Есть вещи, которые нельзя купить. А что это для тебя? Есть ли тема для разговоров, на которые ты бы не хотел говорить? Нет, абсолютно. Вещи, которые нельзя купить. Дружбу нельзя купить, я считаю. Любовь нельзя купить. Многие покупают и думают, что это возможно. Это не любовь. Это на время, на час. Это обмен жизненно необходимыми какими-то вещами. В этом году Мара Байникиточкина показала очень яркую, красивую цветную коллекцию. Это были неожиданные, смелые, яркие образы. Как создавалась эта коллекция? Сколько людей над ней работало? Есть ли правила создания коллекции? Чем ты можешь поделиться с нами? Ну, мы встречаемся, обсуждаем идеи и отталкиваемся от какой-то идеи общей. То есть, как раз мы ее приурочили к тому, что реаль запустили Colorful яркие цвета. Мы хотели оттолкнуться, создать яркие цвета. И следующее, о чем мы отталкивались, это мы придумали к ярким цветам, что это будет помимо ярких цветов волос, будет фон такого же цвета, максимально подобный. И мы создали таким образом цвет волос, цвет фона, они были тон в тон. Пришли клиенты за цветными волосами? Мы это делали не для клиентов. Тут это надо четко понимать и разграничивать. Ну, как Видал Сусон делает коллекцию в салон и коллекцию креатив. Это была коллекция креатив. Это было что-то между, это было, чтобы вдохновить парикмахеров, но в тот же момент, чтобы клиентам, чтобы вдохновить клиентов и привлечь клиенту, это должно быть немного другое. В августе было шоу, которое показала компания Maramax Group и три самых ярких лидера парикмахера, это ты, Лиля и Марина в Садах Победы. Скажи, пожалуйста, чем такие большие, объемные сценические проекты отличаются от объемных, вот таких вот салонных коллекций? Тебе, как артисту, важно быть на сцене? Смотря на какое, для чего и как, это абсолютно разные задачи, разные идеи. Опять же, когда ты задумываешься над идеей, для чего ты это делаешь, мне это интересно, потому что ты имеешь какую-то конечную, ты должен создать какой-то конечный продукт. На шоу я работал над тем, чтобы показать парикмахерам, как за четыре минуты может один классный образ измениться в другой классный образ. Коллекция это немного другое, это работа скрупулезно, одним образом он подумывается. В завершение назови три слова, которые вдохновляют тебя жить. Это сложный вопрос. Три слова, Макс. Трудолюбие, любовь, еда, наверное. Я тебе добавлю еще, поедет Макс обязательно в отпуск съездит. Вы смотрели Fashion Bombation, в гостях у нас был Максим Никитичкин. Спасибо, Макс. Спасибо, Женя. ПЕСНЯ КОНТАШИ